Террористы атаковали узел связи Центрального военного округа. Такова легенда учений. Военные связисты накануне профессионального праздника сдавали практический экзамен по боевой подготовке и подвели итоги обучения за год. Репортаж Василия Иванова. Эти Уралы и КАМАЗ есть станции связи. Каждая машина отвечает за свой канал. Цифровой, радио и спутниковый. Передают сообщения почти в любую точку страны. Отсюда секретная информация попадает в штаб округа. Именно поэтому узел связи – желанная добыча для террористов. По замыслу практического экзамена. Ситуация угрожающая. Одна из станций захвачена. Пока снаружи идет бой, задача связистов – уничтожить все секретные документы и аппаратуру. После этого оператор связи становится просто бойцом. Хотя, как говорят военные, если связист вступает в бой, значит битва проиграна. Но связисты готовы и к такому варианту событий. Налетчиков обезвредили, связь со штабом восстановили. Операция по захвату противника заняла всего около пяти минут. Мусахан Хадихонов родом с юга Таджикистана. Играет злодея не первый раз. Служит в бригаде почти пять лет. Рассказывают, когда вначале назначили на эту роль, сильно переживал. Так-то, если честно, в роли такой играть-то очень иногда было такое тяжело. В душе тяжело. Потому что не люблю такое. Ну, люблю спокойствие, мир. Эффективной обороны без связи невозможно, говорят военные. Роль связи показывает, что при организованном управлении и при использовании всех видов и родов связи сокращается количество потерь личного состава. То есть, войска управляемые, мобильные, могут выполнять задачи с минимальными потерями. По оценкам военных, бригада выполнила свою задачу на учениях полностью. Экзамен командиром за год обучения сдан. Василий Иванов, Олег Айдаров. Новости губернии. Волжский район.